Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. А сегодня пересматривала картины, ну, в кавычках, конечно, Ивана Айвазовского. На самом деле он не Иван Айвазовский, но об этом мы узнаем немножко спустя. Его зовут Аванес, и фамилия у него Айвазян. Вот, но на русский лад обычно переделывали, как обычно раньше всех. Например, у меня дед, если Теодор, то его переделали на Фёдор. Ну, чтобы полегче, не знаю, чтобы обращаться проще было или ещё. Бабушка у меня Ванда, но её называли Валя. Валя, там Ва и тут Ва, в общем, так проще было. Такая же история с Иваном Айвазовским. Имя у него Аванес и фамилия Айвазян. Он родился в июле в 1817 году. Родился он в Феодосии в Крыму. Но, дорогие мои, жизнь такая у него интересная. Он великолепнейший художник-маринист, баталист, коллекционер и меценат. Он живописец главного морского штаба. Вот Бог Земле подарил вот такой бриллиант. Вот такой вот необыкновеннейший бриллиант. Конечно, он был в то время и почётным академиком, членом Императорской Академии Художеств. А также он был почётный член Академии Художеств в Амстердаме, в Риме, в Париже, в Флоренции и в Штутгарте. Он был наиболее выдающийся художник, скажем так, армянского происхождения XIX века. В общем, я поздравляю братьев армян с таким слитком. Это я вообще самородком. Он брат армянского историка и архиепископа армянской апостольской церкви Габриэла Айвазовского. Представляете? Он настолько связан с Украиной, что невозможно его оторвать. Он родился в Крыму. Но, внимание, в армянской семье папа у него купец Геворг. Геворг перевели на русский как Константин. И Рипсиме Айвазян. И запись в церкви феодосийской. Есть запись, где написано, что Аванес – сын Геворга Айвазяна. Предки Айвазовского, они были из армян, переселившихся в Галицию. Это Львовская область. Из Западной Армении еще в XVIII веке. Дедушку художника звали Григор Айвазян. А бабушку – Ашхен. Известно, что его родственники владели крупной земельной собственностью в районе Львова. Поэтому я всегда говорю, что если есть слиток, например, Пушкин, то это слиток и подарок Бога для всего мира. Если есть слиток, например, Айвазовский, то это подарок Божий всему миру. Если есть слиток, мой любимый Питер Брейгель, то он есть подарок Божий всему миру. И если есть Плачидо Доминго, то это есть подарок, слиток всему миру. Я получаю вдохновение вот от таких людей, как можно насытить душу свою духовно, как подпитать ее. Первое – Слово Божье. А второе – понимаете, Господь подарил нам людей и дал им дары. Зачем он им дает дары? Ведь у каждого из нас есть дар. Кто-то открыл дар, кто-то не открыл свой дар. Но у каждого абсолютно, без исключения, есть дары. И вот эти дары Бог дает для того, чтобы посредством этих даров служить людям. Кто-то умеет использовать этот инструмент. Кто-то таит в себе, кто-то продает за огромные деньги, кто-то просто хоронит. Так вот, этот человек, он подарил миру. И вы знаете, вот мое лечение души, питание, вдохновение – это книги, это искусство, литература, это, конечно же, музыка. Давайте посмотрим на одну из картин. Вы знаете, ведь этот человек не врал. И тогда не было СМИ зомбирующих. Все, что он видел, он видел реально все, что происходило в Феодосии на море. Это он передавал кистью. Вот, например, перед вами картина. Кстати, у меня в летней резиденции репродукция Айвазовского. Я часто, когда делала съемку в летней резиденции, показывала маслом писанная картина. Один хирург ее нарисовал. Репродукция Айвазовского была. Так вот, кстати, сам Айвазовский в своей автобиографии, он говорит об отце, что тот, ввиду ссоры со своими братьями в юности, переселился из Галиции, из Львовской области, да, в Дунайские княжества. То есть Молдавии также посетил и Валахию, где занимался и торговлей, а оттуда все-таки выбрал Феодосию. Мы люди мира, поэтому имейте это в виду и знайте. Господь Бог подарил всем эту землю и сказал, плодитесь и размножайтесь. И не играет роли, то ли я здесь сейчас, то ли я захочу и завтра буду где-то в Германии или во Франции, а может быть в Соединенных Штатах Америки, где-нибудь во Флориде, а может быть где-нибудь еще. Кто знает, кто знает. Вот так вот его, пожалуйста, родители как решали, так и поступали. Как я уже говорила, что это великий дар Божий всем нам. Давайте посмотрим Википедию. Итак, если вы откроете Википедию, вот я ссылаюсь сейчас конкретно на Википедию, вот. И немножечко вниз спустимся по его автобиографии. И что же мы найдем? А вот что мы найдем. Мы найдем здесь такие строчки. Некоторые прижизненные публикации, которые посвященные Айвазовскому, вот вы можете прочитать, передают с его слов семейное предание о том, что среди его предков были турки. То есть посмотрите, насколько в нем переплетено всего. Согласно этим публикациям покойный отец художника рассказывал ему, что прадед художника, согласно блудовой по женской линии, был сыном турецкого военачальника. И будучи ребенком, при взятии Азова русскими войсками, ой, бедный уже этот Азов наш, в 1696 году был спасен от гибели неким армянином, который его крестил и усыновил. Вот так вот. Вы представляете, что рассказывал покойный отец художника ему? Вот какой прадед был у художника. Вот. А потом еще биограф Кузьмин после смерти художника в 1901 году, вот, также в его биографии подтвердил этот факт, нашел какие-то документы. Итак, а теперь давайте пройдемся, пройдем по картинам, которые не всем, абсолютно не всем известны. Но гораздо мне они интересны не своим художественным, конечно, так как он мог передать небо, так как он мог передать море, черное море, никто не мог. Но тем не менее, не это меня интересует, меня интересует, как он мог запечатлеть исторический факт. И как он называл свою картину. Ту картину, которую вы сейчас видите, он назвал «Корабль помощи». Написал в 1892 году. Почему «Корабль помощи»? Это вторая, сейчас посмотрим вторую картину. Вот вторая картина, которую он увидел и решил написать. Вот это произведение искусств. Я бы не смогла сказать, что это произведение искусств. Хотя это произведение искусств, эта картина написана великим художником Айвазовским. Но что здесь он нам показал? Вы видите человека, в руках которого американский флаг. Что он здесь показал? А здесь он показал и назвал картину «Раздача продовольствия». В 1892 появились две картины. «Корабль помощи» и «Раздача продовольствия». 1892 год. А здесь он просто как историк работал. Историк, работающий кистью, по холсту. Человек, в котором действовал Святой Дух. Для того, чтобы передать нам правду. Просто правду, от которой, ну не уйти. Историки, они называют историю наукой. Но они её так могут приврать. А такие люди, как Айвазовский, вот он увидел, запечатлел и оставил навеки. Это как, знаете, в пещерах были художники, которые видели, на стенах рисовали, и мы потом смогли прочитать. Потому что они отдали это на века для нас. Вот это я называю дар Божий. Дар Божий, который никогда никуда не уйдёт. Он останется всегда и будет всегда. Мы все уйдём. А Микеланджело картины и все великие голоса, и великие холсты, они все останутся. Так вот, корабль помощи и раздача продовольствия – это нетипичные картины в творчестве этого художника-мариниста. Но именно эти полотна первая леди США, Жаклин Кеннеди, одолжила, ну в кавычках, в одной из американских галерей, когда ядерное столкновение двух держав казалось почти неизбежным, и выставила их в конференц-зале Белого дома. Зачем она это сделала? Возможно, это был единственный верный ход, чтобы остудить горячие головы заокеанских ястребов. Вот такой сделала ход миролюбивая Жаклин Кеннеди, великая Жаклин Кеннеди. Ведь она была мудрейшая жена Кеннеди, которая умела и прощать, и переживать страшнейшую боль. Кто знает автобиографию Кеннеди, тот знает, насколько и сколько всего пришлось вытерпеть и выдержать Жаклин Кеннеди. Она это сделала тогда, когда был Карибский кризис. Ну, кто знает, тот помнит, что это были драматические события на пороге практически войны. И вот все старались всё-таки это всё уладить. И мудрая Жаклин, она вот выставила вот эти картины, чтобы как бы и показать своё отношение к культуре вот этих вот самородков, которые на территории бывшего Российской империи были рождены. Да, там, и она показала своё знание истории и показала, что она по-доброму относится. Потому что страшный голод накрыл Россию в 1892 году. Современники отлично понимали смысл сюжета. Это помощь голодающим русским крестьянам поступает из Америки. Это было. Я не знаю, почему об этом не говорят. Я не знаю, почему об этом не пишут в учебниках, но Айвазовский, он сделал, как бы запечатлел на своих холстах и оставил это в века. Это его письма в века, которые никто не сможет переврать или сказать, что этого не было, что это сказки. Это не госпоставки и не межгосударственная торговля. Продовольствие собирали простые люди, простые американские люди. Никакие они не враги, никогда врагами не были. Их объединил Комитет по оказанию помощи российским голодающим. Он финансировался на общественные средства. Был сформирован и так называемый флот голода. Индиана доставила 1900 тонн еды в порт Либава. Сейчас Лиепая. В Миссури туда же 2500 тонн зерна и кукурузной муки. Всю весну и лето 1892 года действовал морской мост дружбы. Общая стоимость гуманитарной помощи, предоставленной США в 1891-1892 годах, оценивается почти в 1 миллион долларов. На тот момент это были невероятно огромные деньги. Понятно, что эта картина была непопулярна в Советском Союзе. Очень непопулярна. Ее не вешали в школах. Нет, в школах не говорили о дружбе народов между Америкой. Не говорили, как они помогали и в самый тяжелый момент спасали людей. Нет, не показывали, что вот великий Айвазовский, он запечатлел это. Посмотрите, как его это вдохновило. На русской тройке, груженной американским продовольствием, стоит крестьянин, гордо поднимающий над головой американский флаг. Жители деревни размахивают платками, шапками, радуются. А некоторые, упав в придорожную пыль, молятся Богу и воздают хвалу Америке за помощь, за то, что они откликнулись. Неудивительно, что не морские полотна великого морского живописца просто были отодвинуты с авансцены советской культуры, чтобы в 1962 году выйти на авансцену мировой политики. И вот это повод уже для сегодняшних размышлений. А ведь умели мы с американцами улаживать дела? Все умели. И никакие они не плохие. Никто не плохой. Как сейчас модно говорить, везде есть плохие и хорошие. Да, везде есть плохие и хорошие. Но знаете, что страшит? Страшит процент. Когда процент плохих зашкаливает, и этих плохих воспитывают, делая из них, я не знаю, каких-то роботов, непонятных, подготовленных для чего. Вместо того, чтобы жить действительно мирной, хорошей, доброй, любящей друг другу жизнью, из них делать каких-то агрессивных, непонятных людей, зомбировать из телевизора, рассказывать такие, знаете, агрессивные сказки, вот эти вот все шоу. Ну зачем их смотреть? Ну зачем? Не лучше ли растворяться в картинах, в искусстве, в музыке шикарной, слушать плачета Доминго, мастеров Бельканта, наслаждаться, растворяться в бриллиантах, которые Бог подарил всей земле, а не сосредотачиваться на той ерунде, на той чуши, которой 70 лет, как в концлагере, держали. Огромное количество, полмира. Поэтому, дорогие мои, это повод для сегодняшних размышлений, повод. Нужно находить общий язык в драматических ситуациях, нужно. Вот это замечательный человеческий пример сотрудничества, без оглядки на политическую злобу дня, на злобу, готовую взорвать мир. Никуда нам не деться друг от друга. Наши отношения – это ось мирового равновесия. Вот эта картина ясно говорила о том, что голод не голод, а мы подкормим, будем подкармливать друг друга, договоримся. Вы знаете, что в 2008 году сухопутные вот эти вот полотна Айвазовского, они просто ушли с молотка. А имена покупателей неизвестны. Известна только сумма два с половиной, почти с половиной миллиона долларов. Всплывут ли они снова со дна архивов, чтобы напомнить нам о бренности от этого мира? Очень хочу верить, что всё будет хорошо, и Господь Бог уладит все отношения. Неустанно молюсь о мире. Присоединяйтесь к молитве о мире. А я люблю вас. Будьте благословенны, вы и ваши близкие. Будьте благодарны. Помните добро. Потому что в Библии чётко написано, как поступает Господь с теми, кто не помнит добра. Пока-пока.